Здравствуйте, друзья! Сегодня 11 января. Впервые нет зимы. 10-20, 25 градусов. Боль ниже не было. Я в шоке. Деревям нужна дезинфекция, мороз, дезинфекция. Страха перед замерзанием нет. Страх только перед прозвратными заморозками во время цветения. Тут я беззащитен. И все-таки, и все-таки, вот. Очень сложно объяснить эти чувства. Идет изменение климата. Что будет дальше? Сегодня там, где теплее, прошу прощения. Юра, начал с темы отчим, значит, здоров. Ага, извини. Это меня отслеживает, живой или нет. Так бывает. Вот. Ну, продолжим. Итак, значит, идет изменение климата. Оно выражается в том, что мы дохнем. Мы, люди старшего поколения. Перепады давления, вещь страшная. Самое страшное для нас, для сибиряков, может быть, у нас неплохо растут роскошные сорта. Я пытался найти причину. Я ее почти нашел. У нас очень высокая жесткость воды. Это плохо. Мы пьем эту воду, у нас отложение солей в костях, в шее, в позвоночнике. Это все есть. Извините, я немножко отвлекаюсь, но это очень важно. Вот. Воду мы пьем не ту. Может быть, надо переходить на воду, которую мы... Когда-то я экспериментировал, но у меня позабычивость от того, что я замораживал воду, лопали стеклянные банки. Ой, банки. Ну да, банки и бутылки. Вот. Мы просто лопались. То есть, их разрывал лед. И у меня эксперимент не получился. Когда появятся пластиковые бутылки, они не лопаются, поэтому они раздуваются. Поэтому можно вернуться к теме. К этой. То есть, если вода жесткая, наливаем пластмассовые бутылки, неполные. Замораживаем. Потом медленно размораживаем. Или не доводя замораживание до конца, мы знаем, что замерзнет чистейшая дистиллированная вода. А то, что вы видите, не замерзшая, это там все-таки соли находятся. Там. Потому что соленая вода замерзает медленнее. И получается, мы можем отделить незамерзшую воду, практически дистиллированную замерзшую, и пить ее как чай, как кофе. Это один из моих советов. Он до конца не исследован мною. Вот. Когда-то пробовал на чужом опыте. Но если я пил месяцами, я не знаю до сих пор. Может, я из-за этого живой. А может, вопреки этому живой. Но все-таки я советую не отказываться от этого. Вот у нас очень жесткая вода. Много солей. Тех самых жестких солей. Кальциевой соли. И вот мы страдаем. Это да. Есть у нас еще одна проблема. У нас всегда очень низкое атмосферное давление. Я изучал в школе. Как изучал? Я просто воспринимал все. И не пропускал мимо ушей, как большинство школьников. Что 760 миллиметров – это нормальное состояние человеческого организма. Меньше – плохо, больше – плохо. 760. У нас всегда 730, 728, 732. Я понял, я попал в особый край, где гипертоникам и этим самым гипотоникам, как еще называют, всегда плохо и будет плохо. И плюс перепады. Предгорье именно предгорье для этого способствует. Но я об этом хотел подробно рассказать на вебинаре. А здесь еще скажу, что жесткая вода приводит к тому, что именно в нашем регионе, помните мои роскошнейшие плоды, не уступающие ни в чем итальянским и испанским. То есть при Средиземном море. Это сенсация мировая, это Нобелевская премия. Ну, как-то забывают и забывают вручить. Вот каждый год забывают. Но я пошутил, горькая шутка. И вот мы возвращаемся к нашим конкретным делам. Итак, я сделал три серии о том, что по всей России плодоносят мои персики, абрикосы, сливы, вишни, яблони, груши и так далее. И вот с чего я пришел. Три серии созданы. А вот это вот, посмотрите, одна треть заняла только вот эта вот, вот она как называется папка, фото плодов железового в чужих садах. Это из косточек, из черенков, из саженцев. Ну, чужих как-то грубое слово. Может быть, в садах друзей надо было. Вот так, наверное, лучше было бы. И вот что получается. Продолжаем эту тему, потому что я заклеван. Вот, знаете, как по темечку. Вот, косточки железового. Это обязательно будут дички и жердели. Ой, ладно, пойдем дальше. Итак, Персихосанский, Псковская область. И вот что интересно, что именно сайт, крупнейший сайт издательства, вдруг на нем оказалась вот эта вот исповедь. Персихосанский, саженцев, жердели Запсовской области. Недавно получил новое сообщение от друга садовода. Наталья заказывала на саженце Персихосанский. Вот что получилось. Как оно попало в это самое вот сюда, в 7 дачи, в крупнейшую издательство, я не знаю. Вот. Выглядит это вот так. Возвращаемся обратно. Смотрим. Приходится немножко времени экономить, потому что я сильно много говорю. Персики в экзотипном сахалине. Они увеличились в 3-4 раза. Я об этом рассказывал, но не в этой серии, где уже 4 серия, а когда-то гордо рассказал про шаломая садовода сахалина. Вот его фотографии. Давайте чуть-чуть повнимательнее, чем в прошлый раз. Ну и что, что в прошлый раз? Сенсация мировая. Ну ага, сейчас разбежались. Кому это? Кому не нужны эти персики? Даром не нужны. Вон они, идите на рынок. Даже сельские магазины завалены отравой под названием Персик. Черенки клона Персиков-Хасанские получены среди других культур от сибирского садовода Железова. И вот тут я первый раз, я даже, вот так бывает, знаете, ну некогда, все, я рассказал, показал фотографии, надулся от гордости, все. Вот это я пропустил, я Железов. Я Железов пропустил самую важную информацию на планете в своей жизни. Привитую на Вишневолосу и Степную. Растут поликарбонатные теплицы, про теплицы я помню, ну вот про это-то, елки-палки, как это, где мои глазоньки были, а? Бестыже. Итак, растут третий год. На второй год дали уже 4 штуки. На одном дереве был плод крупный, 120-140 грамм, на другом было 3 плода, размером с куриное, крупное яйцо. Это еще не все. Вот он, это не я написал Персик-Хасанский. На третий год, внимание, привиты на Степную вишню. У меня бы железо в голову не пришло прививать Персик. Я уже рассказывал, на Мальчурский оборкот привал, сенсация, на вишню, на сливу китайского привал, сенсация, на Вишневолосу привал, сенсация. Это все родственники. Вишневолосу для меня это слива, близко к ней. И вдруг, Степная вишня. Где мои глазоньки были? Степная вишня. Корову. Вот. Все, иду к Шаламаю, у синяки. Все, увольняюсь с чертовой матери, с учителей. На третий год привиты на Степную вишню, дает 5 плодов крупных, 200 грамм, у меня самые крупные 50 грамм. У меня у основателя этого сорта образца. Почему у меня у основателя? Да потому что деревня Сизая нашел у пожилой учительницы дерево непривитый, корнесобственный саженец был. Сказал о Персих-Хасанских. Соврать не могла. Откуда я знаю такие слова? Знаешь, правду, в Песолке был Персих-Хасанский. Замерз напрочь. Я когда начал с ним заниматься, вот такие были плоды, вот такие вот. Ну, примерно, как и в Соне, и у курицы, а у родственника, как и у курицы, у перепелов. И вот получилось так, что она потом росла, 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 вот, увеличивалась уже у других моих друзей, в других садах. И, наконец, рекорд. На третий год привиты на Степную вишню, дает 5 плодов крупных, 200 грамм. А на фото, где моя рука, 220 грамм. С чего бы ради, он же это. И вот тогда я начал соображать. А, давайте уже про технологию. Укрываю на зимопилками в мешках, принцип описан на сайте КФК абрикосово-пескуново. Только укрывал более тщательно. Вот. Укрываю первую декадь апреля или по температуре, так как бывает еще мороз до минус 20, засветает в конце апреля, в начале мая. Единственный недостаток, это не тополение, насекомые не просулись. А то я сам, а то, что я сам обрабатывал ватной палочкой, видимо, было недостаточно, поэтому завязалось 7 плодов на одном, 5 на другом, на одном, только 7 плодов, на одном, 5 на другом, 2, а цвили персики обильно, веточки были облеплены нежно-розовыми цветками. В одной теплице растут и персики, и виноград, и помидоры. Единственная проблема с персиками паутинный клещ приходится за сезон 9, 2, 3. А персик ниоткуда взялся не пойму, но жрет только персик. Я не видел вашей теплицы, я даю общую рекомендацию, общее понятие. Теплица должна быть как в моей. 16 форточек, еще открытая дверь. Там всего лишь на 3 градуса теплее, чем в окружающем воздухе. У вас, конечно, в вашей теплице, конечно, но все равно без форточек нельзя. Хотя, я не знаю, но у меня нет никакого паутинного клеща и вообще никакой заразы. Может быть, вам не хватает больше свежего воздуха. Итак, сам, это он продолжал, говорит, шаломай. Сам по себе не скажу, что персик прихотливая культура. Довольно просто ухаживать. Удобрения вообще не используют. Ой, слава тебе, Господи, наш человек. Ни минералку, ни перегной. И так, довольно быстрый, мощный рост, полив чистой водой, вот и весь уход. Ну да, в теплице дождей не бывает. Прививка вырастает больше двух метров и дает ветки не только второго, но и третьего порядка. И это только за одно короткое холодное лето. А на следующий год уже дает первые плоды, очень скороплодная культура. Вкус персика, видимо, от недостатка солнца, кистосладкий, но очень сочный. Косточка от мякоти отходит практически на сухую, как у абрикоса. Самое главное, вкус лучше магазинных. И это в условиях сахарина. Созревает в середине августа. 17 августа начали плоды опадать и через неделю все опали. Еще особенность ворачивания персиков в теплице. Его надо сдерживать в росте обрезкой, иначе очень высокая и большая теплица оранжерея, и персик подносит на побегах прошлого года, поэтому очень скороплодный. Вот так вот. Ну, дальше идут сувенир Востока, персик, абрикос, вот, про сливу, персики семян, край абрикоса тоже семян, вот. Я сейчас подробнее, а, ну, короче, вы поняли, зовут его Виталий Шаломай из Сахалина, все по-честному, вот. И, наконец, а, а, да, мы сейчас перейдем, вы помните, что мы всего лишь заканчиваем, спасибо, низкий поклон Шаломаю, он, они мне увеличили четыре раза мои персики, только потому, что попали в комфортные условия, потом, то его персики, вот, прошло года два, возможно, уже нет живых. То, что прививка на вишню, это уже химера. Химеры долго не живут. Мне бы очень хотелось знать, что, все-таки, долго, или уже их живых нет, и такое не исключаю. Вот это вот огромные плоды у него по сравнению с моими в четыре раза, да, это не случайно, но, возможно, и не навсегда. Поэтому не будем обольщаться, ему надо брать черенки уже с двухсотграммовых персиков, и снова переносить, и наша песня хороша, начинает сначала. Давайте теперь следующий этап, это еще одно письмо. Вот. Будем, как я говорю, будем проходить ниже абрикосы в Сызрани у садовода Виноградова. Вот. Алексей Иванович, привет. Черенки от Железова. Ну, это еще не спелые, но уже впечатление вижу. Кстати, я вижу, что это академик. Мой академик, гордо говорю. пусть они еще зеленые, но кстати, у него не более это как-то возвращается к ним форма академика, у меня не так округлились, уже и академик Азмир не узнает. А может они потом округлятся, вот эти вот. То есть в основе все-таки. Это даже как мы люди, а у нас в зародышах есть жабры. Вы знаете об этом? Нет? Я отношу нас ни к приматам, ни к обезьянам, я отношу нас к земноводным, у нас жабры. Но это мое личное мнение, хочу, не хочу называться обезьянами, или потомками обезьян, хочу называться этим, я скорее родственник дельфина. Итак, вот они, вот они по памяти железов. Следующий этап, то есть мы посмотрели, полюбовались на фотографии, которые прислал награду Алексей, мой друг, смотрели, полюбовались, процесс идет, покоряем Сызрой, а вот покоряем Калининградскую область. По памяти железов, почему по памяти? Потому что кое-что стерлось из наших разговоров, где-то перед моими глазами стоит сад, участок выделенный прямо на берегу Балтийского моря. Из черенка срезанного с вишней сибирской штабовой с генами черешни, фигитативный гибель железа, получилось одно дерево с крупными вишнями, другое с черешней. То есть перед вами очередная сенсация, то, чего не может быть никогда. То, что вы сейчас увидите, никогда не верит, не поверит наукой, потому что это исключено, так не бывает. История чуть капнем глубже. Итак, я железу взял и на вишню сибирского штаба кислая, дикая, абсолютно. У нее корни культурные, да. Почему? Это дичавшая вишня, которая привезет в Лыпинске переселиться. А может еще и раньше, может еще и декабристы. Ну, кто-то вез сажен в Сибирь, кто-то от таски, кто-то вез жменьку, косточек, прижились, выжили как? За счет одичания. И практически мощные деревья, штамбовые, да. Ну, я взялся молодые деревья поливать черенки, черешни. Поживет год-два, погибнет, поживет год-два, погибнет. Смотрю листья уже на вишне, это как вот, кстати, по Мичурину. Ну-ка, 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 а то я недавно на, недавно на, недавно я на вебинаре показывал вот эту книгу Мичурина, которая была выброшена на помойку, человек подобрал и прислал мне. А это, это симптом, мужчина Мерла Садовая Россия, видели? И вот здесь написано о влиянии привоя на строение корневой системы. Подвое. Поняли, да? Примерно то же самое получилось здесь. Вот, то есть, я в данном случае Мичуринец, вот, и получилось, что черешни, через год-два погибли все три прививки, а подвой вишня стал, косточки крупнее, два раза укроп, ой, эти не косточки, а плоды два раза укропнились, раз, затем листья чуть-чуть стали, побольше, два, но этого не может быть никогда, да? Помните, выпускницы Мерезвики, которые меня поливали, поливали, не скажу, чем и почему. Хотелось сказать, то старое поменят, но изменяться они не стали. И вот получается, что я взял эти веточки и начал рассылать. Я ждал сенсации. я ее дождался от Калининградской области. Смотрите, она пишет, из черенка срезанного, это мной срезанного, с вишней сибирской штамповой, с геновой черешни, я это назвал вегетативный гемористр железо, которых нет на планете, ни одного, и никогда нет, и не было, и быть не может. Вот. Получилось одно дерево с крупной вишней, а другое с черешней. Ну а дальше должно быть это, знаете, жаль, мне надо было включить сейчас браурная музыка такая, знаете, с барабанным боем. Вот, жаль, не догадался. Вот такая получилась вишня, еще крупная моей. Вот такая получилась черешня, вон они, листья черешни, все по-честному. Я никогда не поверил, что такая замечательная женщина взяла и решила мне голову заморочить. Или, как бы сказать, сказать, ну вот я железов подниму настроение. Я возьму где-то там фотографию в чужом саду черешни, выдам за свои, пусть железов радуется, потому что он хороший человек. Вот, я так не думаю. Почему? Прошло время и она мне прислала фотографию 130 гробовых абрикосов из моих же черенков, а это уже, а они еще крупнее моих. Ну, то будет совсем другая история. Снова вишня, настоящая, почему она такая, как это случилось? А, кстати, вот и абрикос. Валерий Кузьмин, здравствуйте, это Людмила из Кренграда, ваша поклонница и ученица. Посылаю вам три видеотчета. Вообще, вы поняли, вот этого не может быть никогда. Это случилось, когда я улучшал обыкновенную, дикую, штамповую вишню. Вот. А я сейчас не вижу. Щепну себя, а это дикая вишня растет, и это дикая вишня растет. Итак, дальше получается, что она еще, извините, кто-то видел вебинар, а значит, уже видел эти фотографии. Но это особая серия, семья номер четыре. Вот. Сылаю вам отчеты. Вот она так. Читаем. Сажать новую саженцию уже некуда, но так хочется размножить этого великана. На непривитых плоды вкусные, на скромных размерах. И они по четыре метра высотой. На непривитых, подчеркиваю. Вкусные, на скромных. Но все-таки и то неплохо, да? То есть из косточек моих у них получили скромные размеры, но вкусные. Можно попытаться привать кого-нибудь таких абрикосов? Надо обязательно. Возможно, что на родных ветках плоды укропнятся. Вот здесь она выступает уже в роли селександера. Пусть неправильного, пусть Железовского селександера. То есть из моей секты. Секту не я предусловил, меня припечатали. Вот. Вы руководитель секты. Вот. Ну вот одна из сектантов. Вот ее рука, Итак, что такое на родных ветках плоды укропнятся, конечно, укропнятся, если там получилось. То есть есть возможность улучшать, улучшать, а главное, она прониклась тому, что невозможное возможно. Вот это есть та самая улучшает. Вот это вот. Вот она. Может тут плохо видно, о влиянии привоя, настроения корневой системы, подвоя. Ну в данном случае вещь идет не только о влиянии на корневую систему, это частный случай, а вообще и на кроне тоже. То есть мы немножко и Мичурина улучшаем. Итак, она пишет дальше. У меня 55 деревьев в абрикосах, выращенный в костях, но сама сошла. Куда есть только. Читаем. Половину из них я привела вашими черенками. Вот уже хорошо. Но вот незадача. Каждый год во время цветения случаются заморозки. И плодоношение прямо скажем скромное благодаря выжившим цветочкам. Нам хватает за счет количества деревьев. Вот она железовская это напоминание. Чем больше тем лучше. К следу своего перепутала все сорта. Не знаю где какой, просто хотел чтобы были разные абрикосы. И вот что интересно. Внимание, сенсация. Одно дерево каждый год дает плоды гораздо крупнее остальных абрикосов. В этом году в среднем вес 137 грамм. И что мы видим с вами? Мы видим весы 130 грамм. Они крупнее моих. Вот я вспомнил топоризм. Ученик, превзойди учителя. Спасибо вам за это. Ну тут еще добавились ваши эти самые груши от меня сладчайшие. Не смотри что они такие скромные. груши у этого сорта ой нет говорить будет долго или время идет. В общем там очень высокая влажность и вам не повезло. Вот перед вами груша лесная красавица. Она роскошная, крупная, невероятно красивая. Почему у вас такая? Легкий налет парфей у вас влажность гораздо больше не годится для лесной красавицы. А вот Катя Челябинская. Так. Мы еще успеем про Катю рассказать. В этом году первое подошвение манджурского абрикоса. Сенец вашего патриарха. Ух ты. Погодите. Первое святение было год назад и тогда плоды не завязались. А почему потому что у нее культурные. Да Катя Челябинская. Моя это администратор моего сайта. Первое святение было год назад плоды не завязались. Этот абрикос единственный из моих сохранивших живые цветочные почки после нескольких дней мороза минус 38 с очень сильным ледяным ветром в феврале. К этому времени уже начинает просыпаться поэтому в феврале это 38 в январе когда спят это не опасно а в феврале уже опасно начинает просыпаться. Размер плодов видно на фото взвесить не получилось. плоды с небольшим румянцем косточка отделяется легко на вкус сладкий с легкой горчинкой после вкусов что меня порадовало. Я думал горчинка будет сильнее. Видимо все же папа ближе к культурным абрикосам. Видите как что такое девушка которая размещала мои статьи на сайте на нашем и заодно видимо и читала. Теперь надо даже слово папа знать даже это слово от меня пошло. Именно папа он ближе к культурным смотрим вот это получился манчжурец. Нет он не культурен но он вкусен легкий горчинка вкусный а уж на компот лучше ничего не бывает. знаете из моих сладких сладких абрикосов мы забыть ились вначале делали ура 100 граммов абрикос и делали из них компот невозможно его пить этот компот сладчавый настолько что до сих пор не пью компот из-за этого а вот эти с легкой горчинкой они идеальны для сока варенья и компота вот и так ну и закаток я имею ввиду вот это вот у нее получились мои манджорцы еще один вариант так ну что друзья получилось что у нас время вышло наверное давайте я интригую вот это будет потом согласитесь что это что-то значит вот меня ругают за длинные фильмы так ругают последние требования уже такие давайте не 30 минут давайте по 10 а последние давайте по 5 мы не можем смотреть так долго я понял изменились люди вот я остался тоже а люди изменились давайте заканчивать и потом я вас интригую 5 серии что будет а вот что будет это вам не хухры-вухры и опять отжали ну что заканчиваем ну добавлю что эти фильмы стоят денег вот нет небольших денег их доводит до ума музыка эти самые бегущая строка там это красивые фотографии как бы как витрина это все делает девочка которая учится в колледже вот помогает я ей плачу за каждый фильм 200 рублей будет возможность вам прислать мне телефон 8 960 7776 86 72 хотя бы рублей 100 200 это максимум вот тогда пожалуйста такие фильмы будет еще больше нужны ли они нужны доказательства того что я не этот мечтатель который вы знаете сотни сайтов вот эти фотографии присваивают выдают за свои и миллионы пустых садов чисто пустых ранее так уже нету в садах ранее так представляете до чего мы дожили помогайте 1200 рублей 8 960 776 86 72 больше не надо меньше чуть-чуть сказал тоже не надо а можно просто смотреть радоваться вот я создал уже лучше тысячи фильмы за которые заплатил сам лично так что не считайте меня каким-то барыгой вот на этом я заканчиваю ну а заказывать эти же вот с них косточки у меня своя теория и своя практика вот с этих абрикосов которые получил кто-то из вас ну там потом об этом об этом потом подробнее да вот никогда уже дикари не вырастут значит вы можете без страха выписывать у меня косточки и растить даже непривитые или привитые ну вот подарил я нашей девочке Катерине которая выращивает и которая мой сайт ведет администратор моего сайта и которая посадила там еще будут роскошные фаины но мы до них дойдем тоже из косточки некогда привык заниматься а эти из манджирсу знаете какие у них урожаи вот сказать 40 килограмм когда чернинская галят это еще ничего не сказать но это будет следующая история до свидания друзья я надеюсь что мы с вами подружимся и мы заплатим маленький маленький урожаи 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 Продолжение следует...